Приветствую, я Алексей, вы смотрите видео по майнкрафтам тоже. Ну и в общем-то у меня нету огромной команды разработчиков, мощного компьютера, кучи рекламы и миллиона подписчиков. Но зато я исследую Майнкрафт. И исследую его не смотря видео в ТикТоке в каком-нибудь или другие видео на Ютубе и снимая всё по ним. Я исследую сам. И в этот раз я решил поэкспериментировать с блоком маяка. Маяк, обычный маяк, его довольно-таки сильно забыли. После того, как, естественно, когда только что-то выходит, люди такие вот, ютуберы, начинают снимать об этом ролике. Также позже могут снимать ролики, но ролики не с лайфхаками, не с чем-то подобным. А именно ролики там, например, как скрафтить печку. Или как там сделать кирпичи и так далее. То есть чисто по запросам по каким-то берут и делают видосы, чтобы срубать бабосы и просмотры. Значит, но все забывают про лайфхаки новые со старыми какими-то блоками. Я решил, что я буду чаще исследовать заново, открывать по-новому всякие блоки. Ну, во-первых, то есть вы помните, что нам добавили новый маяк, все дела. То есть, точнее, возможность строить из Незерита маяк. Но, в чем прикол Незерита вообще? Его прикол в том, что ты просто вот так вот ставишь и тебе пофигу. Ну, вот примерно так. То есть, тебе пофигу на взрывы. Также, естественно, у Незерита есть свойство того, что не могут, там, скажем, двигать твой маяк. Могут? Могут! Стоп, Незерит можно двигать. А с каких это пор? Что за бред? Не понимаю. Ну, видимо, я пропустил. То есть, Незерит, когда же его добавляли, в снапшотах его нельзя было двигать. Ну, в общем-то, он взрывоустойчивый. Это уже хорошо. Это единственный такой взрывоустойчивый блок из тех драгоценных блоков, из которых мы можем строить маяк. И вы, наверное, уже заметили, что тут, как бы, под первым слоем у нас стоят дешевые блоки Эмиральда. Одни из самых дешевых – железо и изумруды. Если честно, железо, с одной стороны, на него можно сделать пассивную ферму сразу же. А с другой стороны, за изумруды, то есть, изумруды тоже добывать довольно легко. Потому что тебе даже фермы не нужно никакой делать. Ты их можешь насобирать. Там просто пособирал с грядок пшеницу и продал ее местным жителям, и все. То есть, это очень интересно. Значит, и, то есть, вот такой вот маяк. То есть, вы не забывайте, что вы можете его облицовывать. Вам не обязательно полностью его из Незерита строить. Кроме того, естественно, вот этот блок под самим маяком, он, кстати, заметьте, раньше маяк, вот когда ты сюда становился, было видно, тут такие четыре штуки вращались. Вот эта штука такая. Ну, сейчас ее почему-то убрали. Ну, то есть, сделали так, чтобы было вот так красиво. То есть, мы не видим, как вращается луч, мы видим просто какую-то такую полупрозрачную потоки энергии, которые идут вверх. Что я еще могу сказать про маяк? Обычный маяк. Значит, его можно вот так вот отключать-включать, получается. Да. Но тут, кстати, он выключается так немгновенно. То есть, ты его это отключил, и он перестал лучше звучать. После чего немножко подождал, и он снова начал. Значит, прикол в том, что... Что прикольно. Можно облицовывать просто. Незерита. Зачем это нужно? Ну, собственно, зачем нам делать все из Незерита? Он же дорогой. Это, во-первых. Во-вторых, то есть, вот такая вот штука. Она чисто, чтобы обманывать всяких друзей своих. То есть, вот на сервере или где-нибудь вы построили маяк, и говорите, вот, у меня есть Незеритовый маяк. Как я такой крутой? Потому что это, типа, признак статуса. Но, на самом деле, он у вас не полностью Незеритовый. Но никто этого не узнает, потому что у вас приват, и вы не позволите ему проверять. Вы же не доверите ему там копать твой Незерит. Значит, луч не видим. Так, Крипера устойчив. Незеритовый маяк. Облицовка радиоэкономии. Значит, здесь вот показывается, что один маяк может быть из разных блоков. И также маяки могут стоять вот так вот. То есть, они ничем особо не отличаются. То есть, если вам не нужен второй уровень маяка, второй уровень эффекта какого-то, то в таком случае нет никакого смысла вам ставить его на четырехуровневую пирамиду. Это, во-первых, то есть, вы можете тот же куски того же маяка включить в более маленькие, слабенькие маяки. То есть, видите, у этого маяка используется часть блоков. Как вы видите, тоже у него доступны, кстати, все уровни, что довольно-таки удивительно. Да? То есть, мы можем взять Сила-2. Так это, получается, слишком большая штука. Я вообще не понял, как это работает. Здесь вот уже, типа... Так, раз, два, три. Три уровня, по идее, должно быть. Раз, два. Но тут два уровня, а показывает три. Это странно. Почему он показывает три уровня, хотя здесь два? Вот вам и лайфхак. То есть, вы можете еще сэкономить. Хотя, здесь тоже три. Но почему-то мы можем все взять. Вот, давайте попробуем. А, вот это мы не можем взять. Но почему-то... А, здесь тоже. Хотя, вот... Это двухуровневый, да? Да, все правильно. Почему-то здесь отображается вот еще, возможно, силу взять. Хотя... А, ну да. Это второй эффект добавляется на четвертом уровне. А здесь три уровня есть. Все верно. Ну, и, в общем-то, как вы видите, в одном маяке можно использовать... То есть, блоки одного маяка могут использовать несколько самих маяков. То есть, вот, взяли там, регенерацию добавили. Так. Ну, это я для примера, естественно, ставлю. Так вот. Ну, естественно, вам столько не нужно обычно. То есть, ну, реально. Ну, то есть, прикол в том, что, чтобы усилить усиленный какой-то эффект даже с первого уровня, вот такой вот усиленный эффект, спешку два взять, все равно вам нужно четыре уровня. Вот в этом весь подвох. А так бы они не были нужны, эти гигантские маяки. Но тут есть еще всякие нюансы интересные. Значит, что мы можем сказать? То есть, строить можно из разных блоков. Например, есть у вас немного железа и есть немного изумрудов. И вы построили из... Там поставили четыре изумрудных. Там... И сколько еще? И пять железных. И вот у вас девять блоков, у вас маяк первого уровня. Также не забывайте, что как стекла эти разноцветные, так и эти, как их там... Вот эти панели стеклянные тоже красят лучи в разные цвета. И при этом не преграждают их. Об этом мы еще поговорим. Значит, здесь маяки можно строить под водой. Да, то есть, это не подводный маяк. То есть, нам такие добавили подводный маяк, но... И, кстати, под лавой тоже. То есть, если вы не хотите, чтобы гриферы загриферили твой маяк, то стройте его под лавой. Ну, то есть, зачастую уж маяк как делается. То есть, ты его поставил и забыл. И он тебе, как бы, не нужно его трогать особо. Поэтому на серваке просто must have. Особенно, ну, незеритовый, не знаю. На самом-то деле, с незеритовым тут в чем проблема может быть. Вот, допустим... Вот так вот мы поставили. Так, ну и... Типа... А, там же превратилось все в это, в кобыл. Такс, что я могу сказать? Так, а бывает, а нехорошо, конечно. Значит... Что я могу сказать? Мне нужно определить, сгорит ли ТНТ, если его в лаву опустить. То есть, он в лаве будет взрываться. Такс... Вот, допустим. Будет взрываться, но урона не наносит, как вы понимаете. Сейчас вот возьмем, пошлим его, берем. Видите? То есть, ну, лава... Сам грифер, он как бы под лаву не особо проникнет. Во-первых. Во-вторых, типа, маяку лава до фени. Вот он способ на северах защищать свои маяки. Из Незерита, кстати, их в таком случае не обязательно строить. Да его вообще, получается, из Незерита не особо-то стоит строить. Вот, кстати, машина. Машина, которая делает интересные вещи. То есть, перекрашивает маяк в разные цвета. Автоматически. То есть, такой вот он. Разноцветный становится. Можно ее расширить, там несколько маяков поставить. При этом маяка достаточно даже первого уровня. Ну, конечно, проблема в том, что визеров нужно убивать ради этого. Это само по себе довольно бегово. Значит, градиенты луча. И чем лучше, лучше костра. Значит, вот если я уберу, как вы видите, луч становится более ярким. То есть, если я поставлю сюда какое-то стекло другого цвета, то у нас тоже будут совершенно другие вещи происходить здесь. Вот, шифтом, бах-бах. И видите, то есть, у нас цвета стали другими. То есть, фиолетовый более таким темным. То есть, у нас градиенты возникают. У нас цвета смешиваются. Каждая новая покраска еще добавляет оттенка. Таким образом, маяк можно покрасить в 256 цветов как минимум. Что интересно. То есть, вы можете где-то там под землей разместить маяк и сделать его какого-то особого цвета, чтобы вы были самым уникальным. Например, если на сервере играете. Да. И чем лучше, лучше костра? Лучше, лучше костра многими вещами. Во-первых, он мгновенный. Во-вторых, костер как бы, он просто сигнализирует, что здесь что-то есть. Также луч он высоко распространяется. То есть, даже если кто-то на элитрах там летает, он увидит его. Это, кстати, очень важное свойство луча. То есть, маяк как посадочные огни для игроков с элитрами. То есть, они ж не любят так спускаться. А костры они не увидят. И вообще, костер это какая-то параша, если честно. Там вот этот дым какой-то излучает еще чего-то. Зачем это нужно? Ну, типа он дешевый, да. В этом его преимущество главное. Значит, теперь. Уровни больше одного нужны только для активации бафа. Это интересно. Этого никто не говорит. Возможно, все это знают. Возможно, еще по какой-то причине. Но я просто строил маяк и активировал баф. И все. Вот здесь, как вы видите, у нас баф стоит сила 2. Если мы будем вот это вот просто теперь разрушать, нам вообще плевать на это, на все. Ой, стоп, а там даже пустота, что ли? Или это я уже сделал пустоту? Ну вот, я разрушил все. Все нафиг можно разрушить. Посрать. На все это дело. И у нас... Что, сила 2 все-таки исчезла? Тринадцать. Нет, смотрите. Четырнадцать. Тринадцать. Шестнадцать. Типа, это бах. Я нашел бах. Но это 1.16.1 версия. Возможно, это бах именно на этой версии. Но мне почему-то кажется, что просто никто с этими маяками не возится. И никто никому не докладывает о подобных багах. Поэтому попробуйте в своей версии Майнкрафта. То есть, не отображается у нас, что здесь есть сила. Но она не исчезает. Вот, тринадцать. Стоп. Если мы отлетим. И выпьем гребанное молоко. Так, стоп. Как вы думаете, какова вероятность, что этот баф идет от чего-то другого? Ну вот, сила 2. Давайте на всякий случай вообще сделаем. Вот что. Вот эти вот все штуки давайте поразрушаем. Нафиг. Нафиг. Теперь, по идее... Не должно быть у нас силы 2 никакой. Во. Нет, сила 1 добавляет. Все-таки этот маяк деактивировался. Я что ли ошибся? Я щиту ошибся. Давайте проверим еще разок. Такс, 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 такс. Такс, такс. Такс. А вот. Стоп. А, ну да, первый уровень только дает. Стоп. А теперь эффект возобновился сам по себе. Ну, то есть, это уже какой-то плюс. Но если мы, например, вот это вот уберем, то и выпьем. Так, сила у нас 1. Да, действительно, убирается полностью. Да, печально. Я думал, что... Ну, кстати, после того, как вы возобновите, я почему-то решил, что можно, типа, сэкономить. Такс, халявить. С одним уровнем ставить маяк. И чтобы у него давался этот эффект. А, с прыгучестью там еще с чем-то. Может, кстати, с прыгучестью это и работает. Ну, не знаю. Но эффект, кстати, возвращается. Это уже хорошо. Ну, и, в общем-то, что дальше? Вот здесь. Вот здесь. Если мы убираем... То эффект, вроде бы, исчезает. Но луч-то не исчезает, кстати. Да и эффект тоже не исчезает. Это опять откуда-то отсюда войдет? Так, тут вообще какой эффект работает? Вроде никаких. Вот здесь сила. Тут, что ли, прыгучесть? Нет, тут сила. Ну, вы видите, откуда-то эффект берется. А откуда-то непонятно. Тут вроде нету. Там я тоже, вроде бы, не активировал. Тут тоже. Ну, что, у нас, как бы, вариантов нет. Получается, здесь это работает. Вот, давайте вот это удалим. Сейчас, по идее... Откуда вас сила берется? Теперь. А, вот это. Ну-ка. Вот, все. То есть, прыгучесть. Ну, откуда она может браться, кроме как с этого места? При этом, для нее требуется второй уровень. Не знаю. Здесь тоже, возможно, какие-то есть нюансы. Возможно, оно ключит, или я не знаю, что там происходит. Допустим, если мы... Такс. Будет давать силу. Но первого уровня. Такс. Стоп, прыгучесть, она... Она здесь не дается на первом уровне. Атак второго уровня. Можно регулировать. Первый уровень силы. Второй уровень силы. Ну-ка. Все равно сила первого уровня дается. Хотя здесь она не отмечена. Это забавно вообще. Все равно сила первого уровня. То есть, только последний уровень, вот эта вот полная пирамида, она, в общем-то, имеет детектор, который, типа, снимает бафы. А здесь, чтобы получить силу первого уровня, например. То есть, я могу убрать вот это все. Видите, сила идет. Сила, прыгучесть идут. Хотя их не должно быть здесь. Прикольно, да? То есть, у вас, получается, маяк, это вот эта вот штука. Ой. Ну, вот это вот. Кстати, давайте проверим. Все, силы... Силы больше нет. Силы больше нет. Видите? Не накладывается. Добавляем блок. И вот сила появляется. Снова. Хотя, она у нас вот здесь. То есть, она требует трех уровней. А мы на первом уровне получаем. Вот эти блоки, вам... Вы можете на них, там, не знаю, накупить еды, чего-нибудь такого. А маяк все равно будет работать. Вот в таком виде. Причем, я так понял, из любых блоков. На какой версии? 1.16.1 или на других тоже работает. Я не знаю. С какой версии это появилось и на какой версии его пофиксили или не пофиксили до сих пор, я тоже не знаю. Значит, маяки можно ставить в помещениях под землей и даже в Незере. В Незере тоже работают маяки. Потому что, как вы видите, вот здесь вот бедрок, луч сквозь него проходит. Бедрок он не видит. Он видит его как прозрачный блок. Следовательно, вам задача, где поставить маяк, чтобы он работал в Незере. Так, чтобы кроме бедрока над ним ничего не стояло. То есть, вот проделал дырку от бедрока до вершины маяка и включил его, и все. И он будет работать. Также видите, то есть, тут цветное стекло. Мгновенно можно вот так вот менять цвет маяка. Кстати, заметьте, поршень тоже. То есть, вот эти вот все блоки, они маяку не мешают. Совершенно. Даже сундуки всякие. Главное, чтобы он был неполный или прозрачный. Да. То есть, считаются ли вот эти вот блоки прозрачными? Там бедрок явно не считается. Сам маяк, вот эти рамки портала. Сундуки. Не считаются они прозрачными, но они неполные. А тут при этом вот лед это полный блок, но он прозрачный. Следовательно, луч проходит и сквозь неполные, и сквозь прозрачные блоки тоже. При этом вот кобыла обычная его перегораживает. Листья вот тоже считаются прозрачными, хотя на моих настройках графики они нифига не прозрачные. Но работает все. Так что вот, как видите, маяк вот так вот отключать нельзя. Но его можно быстро отключать, не разрушая вот здесь блока. Хотя вот здесь, кстати, можно вот отключать вот так вот. Это первый способ. Так. Но он, кстати, смотрите, постепенный. То есть, бах, и через 3 секунды он отключается. Бах, и через секунду он включается. В то время как этот не имеет задержки. То есть, ты вот так вот, бах, азбука можно, азбука можно. Следовательно, перегораживать луч полным блоком это гораздо лучше, если вы хотите, например, с кем-то общаться при помощи маяка. Значит, что еще? Вот такие вот, например, маяки я строил, которые... Угадайте, что делают. Так, ну, я даже не знаю. Давайте вот здесь вот так вот поставим. О, сейчас будет. Люблю взрываться на видео. Черт. Как они умудрились уничтожить. Но он хотя бы не разрушился. Ну, в общем, да. Слишком много динамита не выдерживает. Но суть в чем. Полублоки с водой тоже являются прозрачными для маяка. То есть, если вы возьмете вот так вот, бамс, и тут замутите вот что-то подобное. Вокруг своего маяка. Такс. 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 После чего раз. Допустим, два. Три. И все. И он неуязвим как бы к динамику ко всякому. Странно, кстати, что динамит не падает один и другой. Видите, то есть, ему пофигу. А я еще думал когда-то. То есть, вот если я хочу, чтобы от криперов обезопасить свой маяк, то что мне нужно делать? Оказывается, что... Можно, в принципе, полублоки прямо вплотную сделать вот так вот. Такс. Такс, такс, такс. Стойте-ка. А нет, такс. 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 Та же самая, те же яйца, только в профиль. Вообще, ему посрать на динамиты. Эй! Ты чё, прерывался, что ли? В общем, в воде их даже выгодно ставить. Ну, и это все, скажем так, лайфхаки, хитрости, нюансы механики маяков, которые я обнаружил. Как вы видите, здесь даже есть такой себе бах полезный, который позволит вам... Такс. Стоп. Вот, сейчас должно появиться, да. Прыгучесть. Прыгучесть появляется. Но мы, типа, вот это убираем. Такс. Такс. Ещё раз проверяем в последний раз. Ну, что уж тут проверять, если тут у нас... Тут у нас сила, понимаете. И вот тоже самое. Прыгучесть. Так вот, минус сила. Минус прыгучесть. Сейчас всё перестанет. Всё. Плюс сила. Плюс сила. Плюс прыгучесть. С гораздо меньшим размером маяка, чем должно быть нужно. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если что-то новое узнали. Что-то для себя, возможно, полезное. Всем до свидания.